Ни ненастная погода, ни промозглый ветер не могли помешать верующим сплотиться в одной молитве, которая звучала из их уст во время крестного хода. В этом году для того, чтобы преклониться к местам, где погиб за православную веру Афанасий Филиппович, в Брест приехали верующие из разных стран. Торжественное богослужение в свето-афанасиевском мужском монастыре возглавил митрополит Минский из Иславски, патриарш-экзарх всея Беларуси Павел. Сохрани нас святым своим заступлением, отцу и мудрее, неправоверие, и, якопастырь добрый, упаси за лучшие овцы стада Христова, и во дворы Господни сия в селе. Точная дата рождения Афанасия Брестского неизвестна. По некоторым данным, это 1597 год. Однако немало написано о его проповеднической и общественной деятельности. Свою жизнь святой мученик положил на алтарь веры. И этим убеждениям он был предан до конца своих дней. Жизнь Афанасия Филипповича была связана с Брестом. Именно поэтому его считают покровителем областного центра. К нему обращаются за помощью в минуты нерешительности. Большие молитвы приняли участие представители местной вертикали власти, которые выразили глубокую признательность митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему экзарху все Беларуси Павлу за особое внимание и духовную поддержку. А также отметили значимость личности Фанасия Филипповича для Бреста. Находясь на этом святом месте, мы не должны забывать о том, что только из поколения в поколение передаются культурные традиции, в том числе и традиции православия. Мы должны помнить о своих корнях, учить молодые поколения, любить, беречь и защищать свою семью и свою страну. Завершая богослужения, митрополит Минский-Заславский, патриарш-экзархсия Беларуси Павел поздравил православных брещан и паломников с этим памятным днём. В своём обращении владыка неоднократно подчёркивал, почему важно помнить о таких событиях и какой пример своей жизнью дал каждому верующему святой Афанасий. И наша с вами, конечно же, задача – сохранить в наших сердцах православную веру. Не только, чтобы мы именовались православными христианами по имени, но и по жизни. И мне сегодня, поздравляя всех вас с праздником, хочется пожелать, чтобы по молитвам преподобного мученика Афанасия Брецкого Господь укрепил и в наших сердцах искреннюю веру, несумненную надежду на Бога. И то, что с нами сегодня и руководители государственной власти, и представители дипломатического корпуса, и архипастыри из разных стран нашей православной веры. Это вселяет и в моё сердце, и, я думаю, в сердце каждого из нас, дух веры православной.